Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о Донецкой Криворожской Республике. Актуальность этого вопроса для нашей современности заключается в том, что это был первый опыт государствообразующих процессов на территории нашего края, первый опыт нашей собственной донбасской государственности. Разумеется, Донецкая Криворожская Республика 1918 года возникла не на пустом месте. У нее были свои исторические предпосылки, причины образования, главной из которых стало само складывание донбаско-криворожского промышленного узла в конце 19 века. В то время на территории нашего края активно шло промышленное строительство, и в процессе складывания такого промышленного узла в рамках единого региона сложилась определенная цепочка основного производственного цикла – уголь, руда, металл. Поскольку все это было локализовано именно в Донбассе, здесь формировалась своя своеобразная система управления. Большинство населенных пунктов нашего края возникли как производственные пункты, то есть поселки возле крупных шахт или заводов. Соответственно, и складывающаяся здесь региональная элита имела своеобразный оригинальный характер. Она состояла в первую очередь из людей промышленных, из производственников, которых сегодня назвали бы, наверное, красными директорами. А в то время это были инженеры, владельцы заводов, шахт, и их имена зачастую увековечивались в названиях современных городов Донбасса. Такие названия, как Горловка в честь Горлова, Енакиева в честь Енакиева, Лутугина в честь Лутугина, Алчевск в честь Алексея Кирилловича Алчевского и других. И, соответственно, в процессе постепенного развития промышленного Донбасского узла в среде местной региональной производственной элиты начали возникать мысли о необходимости введения этих территорий какого-то определенного хозяйственного самоуправления, выделения этого региона в отдельную административно-территориальную единицу. В рамках данного направления еще в конце XIX века сформировалось фактически хозяйственное правительство края. Это знаменитая организация, крупнейшая представительская организация дореволюционной России, Совет съезда горнопромышленников Юга России, ССГЮР. Собственно говоря, вплоть до 1918 года это было фактически местное региональное хозяйственное правительство. Оно было утверждено в 1877 году указом императора-реформатора Александра II и действовало практически до 1918 года. Ежегодно проходили съезды, которые избирали постоянный орган, Совет съезда. И вот в среде ССГЮР уже в начале XX века в процессе перетягивания полномочий с местными земствами возникли мысли о необходимости выделения региона в какую-то определенную самоуправляющуюся единицу. В частности, в 1909 году был уже разработан целый проект, план о разделении региона на отдельные экономические районы, в каждом из которых вся власть, самоуправление сосредотачивались в руках районных экономических комитетов или комиссий. Проект этот был разработан еще в 1909 году. Он, кстати, был опубликован в ведущем издании региона того времени. Горнозаводской листок выходил здесь. Но реализовано это было только после революции в конце 1917 года. Вот такая необходимость возведения, в частности, бурно растущих населенных пунктов в городской статус вызывала определенное напряжение в отношении местной элиты. Напомню, что до 1917 года на территории нашего края городов было фактически всего 3-4. Это были уездные центры Луганск, Бахмут, Мариуполь. Всем остальным, даже таким крупным промышленным узловом, как, например, Юзовка, которая к 1917 году уже составляла около 50 тысяч населения, права городов не давали. Закосневшее в своем консерватизме царское правительство старательно тормозило эти процессы, хотя, в принципе, по нормативам тогдашнего времени, населенный пункт, достигнувший в 10 тысяч населения, уже мог претендовать на права городского самоуправления. Тем не менее, вот в Донбассе это все активно стопорилось. И только после февральской революции 1917 года, когда самодержавие было свергнуто, Временное правительство, которое, напоминаю, состояло из буржуазных кругов и выражало интересы буржуазии, в том числе и промышленной, получило активную поддержку, кстати, от руководства ССГЮР. Тогдашний председатель Совета Николай фон Дитмар был неоднократно на приеме у главы Временного правительства и у министра промышленности Коновалова. И благодаря этим встречам был решен вопрос. В июне 1917 года целая группа промышленных поселков Донбасса получила городские права. Это Юзовка, которая стала городом, в частности. И, кроме того, был сделан, скажем так, первый шаг к автономии региона. Был создан особый орган, Временный Донецкий комитет или Комитет Донецкого бассейна. Решение о его создании было принято буквально в первые же дни функционирования Временного правительства – 13 марта 1917 года. Можно сказать, что с этого момента наш край сделал первый большой шаг к своей государственной самостоятельности. В состав данного органа входили представители горнопромышленных и транспортных руководителей, также представители Советов рабочих депутатов. Первым председателем был назначен инженер Чернышев. И вот этот Временный Донецкий комитет, он, в принципе, и дал толчок к проведению первых съездов, которые, собственно говоря, дали толчок к развитию идеи местного самоуправления уже на более высоком уровне. Уже в апреле 1917 года в городе Харькове начался первый съезд Советов Донецко-Криворожского бассейна, на котором было принято решение объединить не только экономическое, но и административное самоуправление в нашем регионе. Был создан объединенный Донецко-Криворожский исполнительный комитет Дон-Крив-Обком, который, естественно, первоначально возглавляли представители умеренных социалистических партий. Первым председателем Донецко-Криворожского совета и исполкома был представитель эсеровской партии Лазарь Голубовский, Харьковский деятель известный, который возглавлял, скажем так, самоуправление нашего края вплоть до конца 1917 года. Уже в 1917 году прошло три съезда областных в апреле-майе, в октябре и в декабре, на которых фактически произошло оформление собственной достаточно стройной структуры, советов. Весь этот район был выделен в отдельную область областного объединения советов. Символично, что в первый день нового стиля, по нашему современному стилю, это 11 февраля, по старому 31 января 1918 года, на 4-м областном съезде советов в Харькове было принято решение провозгласить Донецко-Криворожскую республику. Ну и сразу хотелось бы обратить внимание на такой принципиальный момент, что ДКР создавалось в составе Российской Федерации, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Это вопрос, он, в принципе, сейчас уже достаточно достоверно установлен по документальным данным. Напоминаю, что лидером этого процесса был выдающийся революционный деятель, товарищ Артем Федор Сергеев, который стал признанным лидером нашего региона. В начале 1918 года он был делегатом Третьего Всероссийского съезда советов в Санкт-Петербурге, Петрограде, на котором, в частности, по докладу товарища Сталина, было принято решение о провозглашении Российской Федерации. То есть Российская Советская Республика объявлялась федеративным государством, в составе которого можно было санкционировано создание региональных областных республик. И этот процесс развернулся не только в Донбассе, но и по всей России. Была и Донская Советская Республика, и Крымская, Одесская, Воронежская, Калужская. Ну и, в счастье, в ряду этих республик заняла свое достойное место наша Донецкая Криворожская Республика во главе с товарищем Артемом Сергеевым, который был избран председателем Совнаркома ДКР в середине февраля 1918 года. И на территории нашей республики начали активно проводиться разнообразные реформы, но и, естественно, направленные в первую очередь на внедрение декретов советской власти. Поскольку ДКР объявлялась в составе Российской Федерации, то первым ее решением было распространение на территорию ДКР действия всех декретов и постановлений советского правительства в Петрограде. Позднее, однако, эта государствообразующая деятельность правительства ДКР осложнилась внешнеполитическими факторами. В первую очередь, это была немецко-украинская агрессия, скажем так. Звучит весьма актуально, но нет в мире ничего нового. Впервые такое явление, как украинско-немецкая агрессия на территорию Донбасса имело место еще в начале 1918 года. Напомню, что в это время в Киеве действовало национальное правительство так называемой Центральной Рады. В конце января, практически в те же дни, когда в Харькове проходил 4-й областной съезд, правительство Центральной Рады было изгнано из Киева красногвардейскими отрядами, бежало на запад, в Житомир, и уже утратив контроль даже над собственной столицей Киевом, то есть пребывая фактически в эмиграции, это правительство подписало сепаратный Брестский мир с Австрией, Германией, Болгарией и Турцией, согласно которому они, украинская, так называемая Украинская Народная Республика, выходила из состояния Первой мировой войны, и буквально через несколько часов после подписания такого перемирия они обратились к своим вчерашним врагам, в первую очередь к Германии и Австро-Венгрии, с просьбой ввести на территорию Украины ограниченный контингент миротворцев из немецких войск для того, чтобы изгнать отсюда советские войска. И в результате уже 18 февраля началась немецкая интервенция, около 300 тысяч немецких и австрийских войск двинулись на восток, в их обозе болталось несколько тысяч расписных петлюровских подразделений, войска так называемой Украинской Народной Республики, но самостоятельного значения они практически никакого не имели. Основной ударной силой были, конечно, немецкие интервенты. Противостоящих им советских красногвардейских отрядах в общей сложности насчитывалось не более 25 тысяч человек, поэтому такой серьезный, более чем десятикратный перевес сил не позволил Донецкой Криворужской Республике отстоять свою независимость. Хотя правительство ДКР вплоть до начала апреля старательно сопротивлялось немецким интервентам, ну в частности у нас в Луганске в то время был сформирован знаменитый первый социалистический отряд под руководством товарища Ворошилова, который в районе Конотопа вступил в бой с немцами, неоднократно контратаковал, наиболее крупные сражения произошли под Змиевом, это под Харьковом, возле Радакова. Ну, однако же, сила солому ломит, как гласит русская народная поговорка, поэтому советским войскам приходилось отступать. И даже то, что товарищ Артем, который получил еще и звание Народного комиссара иностранных дел ДКР, чтобы выступать на внешнеполитическом направлении, он в конце марта 1918 года направил немецкому правительству официальный протест, объявив о том, что на территории Донбасска-Криворожского бассейна существует своя власть, это не Украина, которую будто бы освобождают австронемцы, это другое государство, на которое немцы не имеют права вторгаться, но опираясь на грубую силу, немцы проигнорировали этот протест и продолжили свое наступление и на территории Левобережья. Хотя, вот отметим такой интересный момент, темпы наступления немецких войск на Левобережье сильно замедлились. Если раньше на правобережье они шли там со скоростью, условно говоря, 100 километров в сутки, то на Левобережье, где им активно сопротивлялись отряды рабочих красногвардейцев, они смогли преодолевать не более 10-15 километров в сутки, потому что Красная Гвардия Донбасса уже имела боевой опыт борьбы с белоказаками Каледина на Дону, она была пограничной территорией с Россией, то есть имела возможность получать подкрепление в виде оружия из России и, скажем так, Донбасский пролетариат был более организован, чем сельскохозяйственное правобережье, где позиции большевиков как партии заводского городского пролетариата были слабы. В результате, в начале апреля 1918 года, Совет народных комиссаров ДКР во главе с Артемом, прорвавшись боями через Змиев, отступил в Луганск. Напомню, что здесь у нас в Луганске была, как говорится, своя епархия. Здесь с марта 1918 года действовало собственное правительство, Совет народных комиссаров Луганского района, в который входили товарищи Алексеев, Червяков, Пузырева, возглавлял его известный в то время большевистский лидер Юрий Хрисанфович Лутовинов. К сожалению, он довольно рано ушел из жизни, в 1924 году, поэтому его выдающаяся деятельность на раздувание огня революции в Луганском районе была совершенно затемнена ролью Ворошилова, который вошел в фавор в сталинское время. Но, тем не менее, надо зафиксировать такой факт. Совет народных комиссаров Луганска возглавлял именно он, Юрий Лутовинов, который вел здесь революционную деятельность в рядах большевистской партии еще с дореволюционных времен, еще с 15-16 года, когда был командирован сюда Центральным комитетом РСДРП. И после приезда из Харькова в Луганск правительство ДКР произошло объединение этих двух савнаркомом. Объединенный савнарком возглавил опять-таки товарищ Артем, а Лутовинов получил должность заместителя председателя Совета народных комиссаров. В состав объединенного савнаркома вошли много наших земляков, луганчан. Наиболее интересным из них является, наверное, товарищ Николаенко Иван Игнатьевич, который впоследствии составил, скажем так, довольно неплохую карьеру. Он в свое время занимал пост народного комиссара внутренних дел Украины. А тогда в составе савнаркома он был народным комиссаром путей сообщения. Он, кстати, оставил довольно интересные мемуары. Недавно они были переизданы в Луганске. Но, как говорится, не будем отвлекаться. Финальная эпоха, луганский, так сказать, период деятельности ДКР был уже в основном военной. Это был апрель 1918 года. Немецкие войска подходили все ближе, поэтому перед правительством нашей республики стояла главная задача вывести ценное сырье и задержать максимально наступление немецких интервентов. И со своей задачей, можно сказать, луганчане справились. В апреле 1918 года с территории Донбасского промышленного узла в Россию ушло около 80 эшелонов. Не только со станками, промышленными материалами. Напоминаю, что в Луганске в то время действовал один из двух крупнейших на всю Россию патронных заводов. В условиях надвигающейся гражданской войны это был, как говорится, самый лакомый кусочек для каждой стороны гражданской войны. Ну и немцы, естественно, его тоже хотели захапать. Но у них это не очень получилось. Большинство сырья и станков были эвакуированы. И вслед за этим отсюда ушло несколько десятков тысяч рабочих с семьями. Получился такой массовый исход заводского пролетариата Донбасса на территорию дружественной советской России. Ну а территория наша была оккупирована немцами и насильно включена в состав так называемой украинской державы. Гетьмана Скоропадского, который фактически был марионеткой немецко-австрийских оккупантов. На этом мы и закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Всего доброго. До новых встреч, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин